Возвращаемся на матч Вега-Старк. Вега ведут 1-0, Оракул от Соло. Как написал статсмен Феронин, первая его игра и в пабе, и в официальных матчах. Подозрительно, да нет? И верю я в это на ноль. Ну на фейке где-нибудь может быть. Да по-любому где-то играл. Не может такого быть. Он бы просто не знал, что толком сейчас скиллы делают. А тут видно, что он, ну, либо он как бы просто такой жесткий из разряда. Да, я все знаю и так. Но он хорошо раскидывал скиллы, действительно. Никогда не ошибался. Не было ситуации, где он там убивал своих героев или кидал фейт садик, когда не нужно. Все было по таймингу. Я думаю, что просто у Соло скорее всего не один аккаунт, как и у всех. Но не палился, да. Нормально он действительно все накидал. Не просто это все в голове уложить. Ну и здесь нужно вырубить именно вот этот паттерн, так называемый, действий. Потому что как бы осознавать это все в процессе нет времени. Просто ты должен жать на кнопки и все. Вега забирает инвокера первым пиком в этот раз. Ну и Undying плюс Tuscar, боже мой. Это самая комбинация, которая... Ну она очень жесткая. Но там был ломать тяжело. Да, да. Два сильных героя. Ну хорошо такими открывать пик всегда такими хорошо героями. Дальше можешь что угодно набрать. Финский дебют. Назовем это. Финский дебют уже давно состоялся. Пока финны выглядят средне. Проседают у них некоторые игроки. Вуги, Вуги, Вуги выглядит очень неплохо. На МФ тоже хорошо отыгрывает. А вот остальная троица пока проседает, проседает. Что не матч, то и вот этот вот Аниксия, или как его там? Совсем как-то... Оксия, оксия вроде. Оксия, да. Совсем как-то не доигрывает. Трикси много очень ошибается для своего опыта. Ну, Валикс что-то бегает вроде. Но тоже не очень сильно. Просто один из саппортов должен фармить. Стараться. Сейчас такая пошла мета, что... Обязательно должен твой один из саппортов выфармливать итемы. А у Старков оба саппорта бегут бомжами. Это всегда плохо. Ну, кстати, вот по ворочке такая, что дота баф и дота не читают practice lobby фейки. Ну, фейки ладно, но то, что practice lobby, это да. То есть мы еще вообще не учитываем здесь тренировки. А ведь наверняка на тренировках было сыграно тоже довольно много. Ну, скорее всего, там-то соло и тренился, да. На Oracle, именно на тренах какие-то комбинации. Ну, вот, видимо, была такая комбо у них Oracle плюс Terrorblade. Но мне больше понравился именно Oracle с Viper. То есть Terrorblade там особо он получал. Этот ультимейт. Но как-то это не круто отыгрывалось. Потому что в тех моментах, где он его получал, у него не было маны. Просто на свой ультимейт. И мы так и не увидели ни разу, чтобы он с кем-то свапнулся жизнью. Да, довольно интересно посмотреть. Было бы, конечно, на антимага какого-то. Но дело в том, что Viper, он сам по себе танк, которого долго бьют. И из-за этого он как бы хорош. Антимаг его, как правило, стирают. Если то быстро его проблемы зацепить. Поэтому, конечно, по нему Oracle вообще не будет дамажить. И будет его очень жестко захиливать. Но не знаю, как это будет работать на практике. Мне кажется, не так круто, как с Viper. Viper здесь вообще топовый по этой комбинации. Либо какой-то, может быть, герой с худом. Просто. Ну да, Huskar Viper. А, Huskar точно еще. Ну, просто Huskar сейчас не в моде. Его сильно порезали. А что там ему срезали? Так ему, собственно, пассивку это и срезали. Она теперь дает не... В общем, на максимае... Вот когда у Huskar остается один хп. Типа под армлетом, там под грейвом. С одним хп он стоит. У него не как раньше 90 там вообще резиста к магии. А сейчас что-то типа 63. То есть, в общем, как у антимага. Типа с прокачанным маншелдом. Ну, далеко не так круто. То есть 63 тебя уже пробивает. Ну, это и с единичкой. А учитывая, что ему сделали плавный переход. То есть там где-то с 200 хп у него вообще такой резист, в который можно нормально вкастоваться. Ну, да. То есть, когда у него остается из 2500 хп, у него резиста где-то 50%. Ну, это, конечно, круто. Но, с другой стороны, нормальный такой какой-то нюк на 400 урона от какого-нибудь Зевса там. Ну, он тебя отнимает уже не так мало. И ты тоже проседаешь, в общем, под ОЕшками. Если раньше Хускару просто было пофигу, то теперь ему не пофигу. Ну, все, его никто уже и не пикает. Его зря так урезали. По-моему, в Хускаре не было ничего такого дико опасного. Была комбинация. Дазл Хускар. О, века пошли по грязи, да. Волчка, кстати, там как-то переменяли вообще, что у него что-то... Убрали криты, но криты остались. Ну, Волчку сделали на Волках. Теперь со второго уровня появляется... Массивная способность Крипл, которая наносит урон... Ну, в общем, она может сработать 20% шанса. Если она срабатывает, то она наносит урон 8 ХП в секунду в течение 4 секунд. И также снижает скорость боя, по-моему, на 40 единиц тоже на 4 секунды. Вот. Не стакается, естественно. Такое, то есть подгрызают, подгрызают. И, насколько я понимаю, в ульте он теперь дает криты всем своим юнитам. То есть у него в ульте все-таки появляются... Оставили криты, их убрали там прошлые какие-то, но вшили новые, что и у него, и всех юнитов, и у Волков, и у Некрачей, и у, боже мой, кого бы он еще мог приручить? Какого-нибудь Доминатора Волка. Альфа Вольфа может приручить, да. Ну, я думаю, что у него не будет... Доминатора. Ну, в смысле, не Доминатора, а у него же свои там криты, и будет не так круто. Кентавра какого-нибудь, или Урса. Кентавра. Ну, это уже фигня, на самом деле. Хотя, Кентавра можно приручить, потому что... Некрачи самые, конечно, жесткие. На имейсе 650 Кентавр такой набегает, станет. Это можно при грамотном контроле использовать вместо Эбисола, наверное, этого Кентавра приручного. Но главное, что Некрачи критуют. И третьего уровня Некриномикон под шестнадцатой формой Волка критуют где-то по 350. Что, на самом деле, очень дохрена. Нехило. Так, ну и вместе все это с инвокером, который, я так понимаю, будет форжеобразный, уже такой вырисовывается неплохой пушек. Забирают Магнус все Старки. Ну, Ласт Пик, наверное, какой-то Джиггернаут планируется у Старков. Но его-то, наверное, должны забанить. О, бруда, тут что-то вообще по грязи бега пошли. Еще один пуш. О, боже мой. Ну, кстати говоря, есть волна Магнуса, а кроме нее-то прям хорошего от спама нет. Тусик. Надо Кунку, Кунка. Кунка от Старка. Ну, финский Кунка. Давай. Финский Кунка тот самый. Знаменитый. Который на лодке приплывает через Финский залив. Но Кунка выглядит, на самом деле, не самым плохим вариантом против такого. Он может как-то отпушивать и драться. И в бою, в принципе, дает 1-2 Тайд Брингера. И там помирают всякие Самоны и Волки. Всех стягивает кораблем. Станет. Сверху прыгает Магнус. Еще всех уже стянутых. Еще раз перестягивает. Кошмар. Ну и Рубик забанили, чтобы этого не было. Чтобы, да, чтобы у Магнусу не воровали. Но мне кажется, что Джаггера все-таки хотят скорее Старки пикнуть, чем Кунку. Но думаю, что Вега могут забанить Джаггера. Он тут очень хорошо вписывается Старком. Он не банит Сларка вообще почему-то. Казалось бы. Причем здесь Сларк. Ну, да ладно. Впервые будут играть с Леканом. Вроде как. Я вот тоже не помню от них игр с Леканом. О, это Свен. Это другой парень со сплэшом. Точнее, Джаггер-то не со сплэшом. Но как бы с Магнусом со сплэшом. Но Магнус, Свен это больше 100% сплэша. Это, конечно, очень опасно. Если получается сделать комбо какую-то. Это, в общем-то, и без комбо неплохо. Так, ну и что? Остается последний герой. Нужно что-то такое, что сочетается со всем этим. Из Даззл, может быть... Шадоу Демон какой-то может быть неплох. Даже так? Ну да. Но нужен какой-то еще саппорт. Мне кажется, что-нибудь потолще, может быть, стоит. Что-нибудь, что может как-то поинициировать. Потому что инициации-то вообще нет. Вот инициатора не хватает сильно. Ну а какого-то такого-нибудь Огар Маг. Саппорт инициатора. Ну вот Бэйн. Бэйн. Да, Бэйн тоже вариантик неплохой. Подслипал там кого-то, подгрыз, подкуснул. Ну, мне Шадоу Демон нравился под Даззла, под Инвокера, под Санстрайк, соответственно, под... Вообще, СВНа очень круто. Можно там в перспективе Аганим купить, и СВНа вообще не выпускать из ульта. Он не сможет бегать, бить. Ну, типа, да, то есть, вариантов были тут. Ну, Бэйн тоже нормальный паренёк в этом всём. На деле тоже ловит СВНа. Другой вопрос, что Дизраптор очень хорошо Бэйн оконтрит. Если Дизраптор задаст его целью просто сбивать ульт Бэйну, он может не тратить глимпса и в любой ситуации сбить ульт Бэйну, пока Бэйн не купит БКБ. Ну, Бэйн долго не купит БКБ. Бэйн может быть с линзой и где-то стоять очень далеко. Ну, и Дизраптор тоже может быть с линзой. Где-то стоять очень близко. Сам понимаешь, 1800 ранжей в любом случае хватает, чтобы сбить ульт Бэйну, хоть он с двумя линзами будет. Что у нас? Валекс будет на Туске, Трикси на Андайнге, Немфи на Магнусе, Оксия на Дизрапторе и Буге на Свне, в то время как здесь Сёма на Бэйне, Паша на Ликане, Соло на Дазли, Инвокер от Ноуана и сверху Маг на Бруде. Ну, это та самая Бруда от Мага, который прошел школу советских брудмазыристов. Ну, я не знаю, как это назвать еще. Там они с Фобосом устроили какой-то свой клуб, наняли тренера. Да, но тренер-тренер не натренировал. Мага против Сэнкинга стоять. Я уже рассказывал вчера эту историю, как Маг пришел против Сэнкинга от Элеменса, в общем. И просто проиграл ему. Ну, знаешь, когда мистер Мияги там объяснял, кому он там, Ван Дамму объяснял? Или каратэ пацану какому-то, как надо все делать. Вот тут все равно проигрывал первый бой, но потом он вспоминал самый первый урок, который был как раз против Сэнкинга. Это похоже на какое-то аниме. Ты сейчас мне рассказываешь историю. Это из серии фильмов там... Я не помню, где был мистер Мияги, но это вот этот вот классический учитель, там, Ван Дамма, по-моему, который там все время его чему-то учил. И в конце фильма он вспоминал свои уроки там. Что-то из этой серии. Ну, боевик, короче, боевик. Понял. Так, ну тут очень неплохо. Буги заблочил крипов и имеют возможность мага не подпустить вообще. Ставят Сентрю и видят мага. Так, все, внимание. Маг тоже есть Сентря, но здесь их две. И просветка. Да, но маг, он посильнее, чем Дизраптор. Он может его покусать, на самом-то деле. Но нет, он предпочитает пока что избегать... Столкновений? Да, избегать столкновений. Так, ну и снизу у нас, конечно, тут лютейшая линия. Грязная. Тут еще и крипов заперли в кустах. Они не смогли выйти. Да, но здесь вот пытаются перепулить Соло. Но как же тяжело на этих стаках сейчас перепуливать крипов. Очень тяжко. И у Соло не получается даже одного крипа отпулить. И в итоге лайн пушится. Единственная возможность сейчас отсюда подвести. Сюда. Это мы и видели. Ну, там будут наверняка мешать эти ребятки. Ну, и сейчас, кстати, пока еще не получится. Сейчас они встретятся более-менее нормально. Ну, и, собственно, четыре крипа. Три. На одного крипа милишного больше, да. Пойдет вперед линия. Ничего здесь не сделать. Увы. Ях. Да, тут хороший дикей по двоим. Три дикей у Трикси. А тем временем Мак... Мак, живи! Просветка на нем. Медленный. Нет. 60 хп. Не умрет. О, боже, Мак выжил. Фантастика. И пучки, и пучки, и пучки. Мак. А, так вот оно в чем дело, мистер Дизраптор. Красавчик. Просто мистер Мияги бы гордился. Но это не Санкинг. Это не Санкинг. Ну, все равно. Все равно не плохо. Немфи ловит санстрайк в лицу, чуть не умирает от Семочки. А Сема его даже не слипал, он просто его куснул. И еще одной тычки не хватило буквально. Но в любом случае, Немфи уходит на базу. И посмотри на его крипстат. У него 5-1. О, а снизу очередной пацан без Грейва погибает. Но Ликан сломал Тамбу тем временем. Так, ну да, и тут Сема убивает Валикса еще. Хорош. Вот этот размер один в один. Сема и там успел и тут. Еще в бочину неплохо натыкали Трикси. Хороший размен получился. Тамбу плюс одного героя на Дазла. Дазл, хоть и без Грейва, но вот так вот он погонял здесь по изонтачем немножечко. Ну и конечно, Ликан все равно превосходит пока что Свена. Инвокер тоже выигрывает мид, причем очень прилично. И Бруда, которая забрала Ферсблат. Пока что у Веги все здорово. Да, ну и пока не особо видно, как Старки будут это дело менять. То есть они очень привязаны своими героями к линиям. То есть Ганг и тот же Туск в миде Инвокера. Вместе с Магнусом, ну не может, откровенно говоря, Инвокер. Очень толстый там. О-о-о! С одной тычки просто убил Курьера под Алакрити. Инвокер? А что он там его повесил как-то неудачно, да? Да нет, там был бегущий Курьер вообще. А, лоу! Бегущий Курьер и Новат убил, побежал чуть-чуть за ним, повесил на себя Алакрити. С тычки убил. Ну третья минута, а кто будет апать? Ну вообще-то, говорят, товарищ на Дезраптере мог бы апнуть. Ну он там просто вспотел, он покупает еще себе Сент-Рей. Маг поставил свою одну и больше пока что не несет. Дезраптер купил уже, по-моему, а нет, это все еще та же. Ну точнее не та же, а все еще из той же пачки. Кстати, поставил она идеально просто. И Маг его продолжает пауками харасить так. Вот он по два паучка отправляет. И посмотришь, Свен бежит. Он не может этих пауков убить. Боже мой. По чуть-чуть подрезает, но не очень много, да. Ну фишка в том, что даже если он их убьет, это всего лишь два паука. Потом отправляются еще два паука. И вместо того, чтобы фармить крипов, за которых дают побольше, он фармит паучков, за которых дают поменьше. Еще и Дезраптер клинит привязан. Армия, армия заходит, лови их, лови их в кольцо. На самом деле, вот, как вы говорите, этот паренек, он какой-то странный. Он мог поставить кольцо, и Свен бы тогда не тратил ману. Дезраптеру все-таки мана побольше, чем у Свена. Ну, Свен теперь без станы. Привет. И Бруда чувствует себя просто в шоколаде. Он начинает уже самого Свена грызть. Он, конечно, вкачал сплэш на единицу, но этого очень мало. Ему надо на два качать сплэш. Ну, подрезает, подрезает все-таки паучков. Магу, может, стоит чуть поаккуратнее быть, что так-то подфиживает все-таки Свена. Лишнее дает ему. Боже мой, что с Магнусом происходит? Он просто там уже на базе поселился, летит обратно. Хотя он, в принципе, не такой уж битый уходил, но он уже, по-моему, отчаялся. А у инвокера там фиолетовая руна в банке. И это очень плохо, потому что... Ой, слушай, это Лакрити просто без кулдауна будет. Лакрити без кулдауна. Пошло Лакрити без кулдауна. И очень дешевая. Он еще не завязал руну. Но когда-нибудь завязает обязательно. Не, ну, оно, в принципе... Так, сколько оно? Сколько оно? 15 секунд длительность у него 9. Ну да, 1 секунда. 1 секунда будет. Или, стой, подожди, правильно я посчитал? Вроде правильно. Ну ладно, хрен с ним. Нет, ну, 30 процентов. 5 секунд. А, ну да. Вроде все верно. Вот, заюзал сейчас руну. Но ван, и сейчас пойдет. Еще и 22 маны стоит. Длительность 9, кулдаун 10,5. Да, бруда продолжает есть. Дисраптор просто уходит. Но на самом деле уже давно, по-моему, пора. Потому что толку никакого нету вообще от того, что он тут стоит. Он просто цель для бруды. Заслипали Валекса. Валексу санстрайк в лицо. Валекс покатился. Покатился на Бейна. Но Бейн на хосте. Бейн убегает слишком далеко. Он еще зомби с собой забрал. В итоге Сатир, подлец, убивает. Сатир. Что творит Трикси? Говорит, ааа. Получил мертвую томбу. И такое бывает. Да это постоянно, кстати, происходит. Почему-то. Не знаю, как это так работает. Она уже рассыпалась. Увы и ах. Куда делся дисраптор? Вот он ходит. А, так у него еще второй нюк вместо второго глимса. Смотри. Кстати, напоминаю, что сапог подешевел. Но некоторым это вообще никак не помогло. О, какой за хилл заходит от Даззла под санстрайк инвокера, под слип. Очень больно. Ну вот, собственно, я с Шадоу Демоном примерно такую же штуку и видел. Но решили Бейна взять. Одинаково, в общем-то, получается. Ну там были бы две дополнительные иллюзии. Но с крипами, с волками, неважно. Все равно хватает цели. Еще и под санстрайк. Боже, купи себе сапог. Тебе же так плохо. Да, ему действительно плохо. А куда покатился Тускар? А, здесь кто-то сэпешится. Кстати, две катапульты. Это Трикси. Может, кого-то было бы вернуть, если был бы второй Глимс. И был бы ботинок. И что-то тоже было бы прикольно. Как он бежит. У него больной этот петушок. Надо с Денайд Тавер. Трикси. Ой, старый. Да, ну в любом случае, вышка упала. Владмир покупает себе Ликан. Уже в этот момент. Инвокер опережает Магнуса на тысячу. Просто соло на линии его там изничтожил. Маг покупает Мидасик. Так, ну буги бы надо купить просто маску смерти. И фармить здесь спокойно. Иначе хп теряешь от грипов достаточно много. Ой-ой-ой, Бейн, какой красавчик. Боже мой. Соло накинул на себя Грейфу. Мы сбили. И под конец Грейва он дал слип. И убил слипом. Имбаланс. Да, тоже такая супер комбак, с которой хрен что сделаешь. Потому что он там первую секунду не уязвим. А потом сразу тик. Еще один Мидас на Инвокере. Два Мидаса уже к восьмой минуте. Подходит у Веги. Притом, что они впереди на 4000 уже. Ну да, но тем не менее. Почему бы и не закрепить это все дело. О! Опа. Бум. Кстати, Айрон Талон вижу у Волка. Да, есть такое. Опять же, непонятно нахрен он ему нужен. Он, честно сказать, и так лес фармит очень быстро. С Айрон Талоном намного быстрее. А он вообще побольше, чем Топорик дает в процентах, да? Нет, столько же. Столько же? Да. Ну, хоть сделали его побольше. Да, 140-150. Ну да, должны были сделать побольше, наверное, чтобы была в этом логика. Но пока Айрон Талон не особо. Вот это он просто кацанул сатиры. Сатир в обиде. Ну да, он, видишь, кусанул сатиры. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот, получается, за трипл стак он успеет два раза кого-то кусануть. Ну, типа, да, ускорил фарм буквально секунд на пять. Да, ну такой себе, согласен вариант. Крипы в лесу гончаются быстрее, чем этот Айрон Талон. Да, да, чем эта штука используется. Вот в чем прикол. Айрон Тимагу с бэфом ее еще можно взять. Кусарь сейчас мелко выкуснет. Давай кусай. Кулдаун идет. Эх. Так, там Солыча убивают. Солыча нет. ТП. Обидная ситуация. У-у-у-у-у! Да ладно. Вот это... Мне кажется, что если бы Трикси подставился, он бы тоже умер. Так, а тут за Трикси побежал пес. Да, пес побежал, Трикси тут уже никуда. Вот это убили соло, называется Соло. В общем, пока что умер два раза, по-моему. Трижды умер, но всегда это было в размен на одного, двух, трех героев. Да, и его заданяли просто второй раз. То есть он ничего не отдал. Тем временем Дистраптор, он уже хотя бы купил. Он пытается улететь и... Боже мой, ну да, понимал, что вторую тычку не успеют вписать. Бруда находится в нас с антриком. Бруда, конечно, не боец пока, у нее только Медас, даже сапога нет. Но ничего, это можно исправить будет быстро. Так вот, по поводу Медасов я не к тому, что типа зря купили. Я к тому, что обычно Медасы, когда покупают, нет такого преимущества. А здесь у вас такое преимущество, вы покупаете два Медаса, при этом продолжаете соперника еще душить. Это просто, посмотрите на эту экономику. Ну да. Медасы в таком случае очень неплохо купаются. Просто закрепляешь. Ну а что бы мог купить себе товарищ Брудмазер? Ну мог он вместо Медаса купить Обливент Став. Но он купит теперь, арчит в сумме немногим позже, чем он мог это сделать. А дальше это попрут еще быстрее. Свен мне не очень понятен. Если ты хочешь брать такого Свена, на которого весь расчет, то надо играть как играл Сайлент в той игре, вон недавно, которую мы смотрели, где он, собственно, выиграл. Он покупал Доминатор, он максил сплэш, он фармил, фармил, фармил. А это Свен типа боевой. У него макшеный стал, он купил барабан. Это как бы для драки все. Но какая драка? Где драка? Драки нет. И не будет драки. Более того. Драки тут тяжело найти. Находят Бруду, свет, но она уже с другой стороны. За ней погоняло. Паучков! Ганг паучков. А здесь супер засада. Супер засада, но нет. Уходят. Поставили вард внезапно. Понимают, что здесь кто-то был. Сам вард здесь не поставится. Ну, аккуратничают. А, и Некра пошли на инвокере. Некра на Лекане. И сейчас Некра на Бруде. Да, вот да. Вдруг Бруда тоже купит Некра. Ой-ёй-ёй, будет что опасно как-то. Это будет ад. Это будет адский ад. Лекан продолжает рассекать по лесу. Кусать крипов. Кусать крипов. Кусай. А, это средний камп или большой этот, который он сейчас фармит? Это средний. Средний все-таки. Он раньше здесь был. Я понял, да. Ну, типа, как в этой сделали. Ну, короче, как в лесу дайров тоже. Что большой с самого края. Ну, да. Баланс. Б, баланс. Так, ну и пауза ставится. Тем временем перевалило за семь с половиной тысяч на двенадцатой минуте. Вот просто одна неудачная драка, и вы все. Вам конец. Просто вам конец. Старкем. Старкем. Старком точно конец. Но, с другой стороны, одна удачная драка, и могут вернуться неплохо, потому что... Тут могут стрелять вега, они могут начинать отдавать своих суммонов и просто расфидить нереально. Могут. Но еще плюс к этому у них все на пуш, сейчас они такие все бравые пушеры. А что бывает, если твой бравый пуш как-то раз умер пять в ноль в драке? Возможно, на этом он и закончился. Там два варианта. Либо это конец, либо ты играешь в Вичи Гейминг с Ротикеем, и у тебя есть еще икс количество попыток. Икс исчисляется там в зависимости от того, какой день по знаку Зодиака у Ротикея там. Потому что иногда он отдавался пять в ноль, там чуть ли не пять раз. И снова играл в шестой попытке, он заходил на рампу. Свен покупает хилку себе. Ну купи себе маску чертовой смерти. Он хилку несет. А он покупает хилку чертовой жизни. И не дофармил. Ну потому что у него первого уровня сплэш. Первый сплэш, почему? Ну первый, четвертый варкрай, ну не нужен тебе четвертый варкрай. И хилка тебе не нужна, тебе нужен доминатор. И четвертый сплэш сейчас, ну может быть третий, второй хотя бы, ну не первый. Тем временем Бруда с Некрами, кстати говоря, тоже. Ну Бруды уже вторые практически. Командство пошло, поехало. Так, все, мы здесь ловят, избивают, убивают, пытаются убить. Ой, рп какое замечательное, нет. Но забыл слово, что у него есть грейв. И, кстати говоря, себе хотя бы дать надо, но себе дал. Давай тп. Тп, 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 тп. Нет. Да у него даже тп нету. Или было, нету? У него было. Было? Куда оно делось-то? Куда-то, я не знаю. Или может быть. Ну ладно. Может быть я, конечно, ошибся. Может быть у вас как-то супер быстро сбили чем-то? Вроде бы не было ничего. Ну вроде действительно не было. Так, ну у Волка уже почти третий Некра. У Инвокера уже вторые в тайнике. У Бруды уже тоже вторые. В принципе, где-то к минуте 17-18 будет трое третьих Некров. Вообще они бы тогда... Это как-то супер быстро. Да, это что-то действительно. Могут пойти просто по любой линии, вызвать Некров, послать еще фаржей, нажать ховл и смотреть, как все падает. Фаржи, кстати говоря, через 4 левела будут тоже макшены. У них уже экзорт макшены. То есть они там дэмэджи вписывают. Им бы еще кваза для живучести. И вообще было бы отлично. Ну вот как раз сейчас добьет. Добьет, я чувствую. Пока вот они поднимают книги. Там пару лвелов Инвокер утикнет. Я не знаю, как Свен будет драться вообще. По логике, конечно, Свен под сплэшом может вырезать все эти Некра. Не такая большая проблема. Но у него нету БКБ. И он убьет сам себя, если убьет пару Некров в драке. Ну да. Но ему этот Штурмхаммер вообще, конечно, не нужен. Он мог его взять в 2, и у него был третий сплэш. Это было бы просто... И потом добирать свой Штурмхаммер. Но что в итоге? Он берет... Ну ему очень долго сейчас брать за эти 3 левела. 14 левел он будет брать пол игры здесь оставшиеся. Может тут уже конец. Все. Тут Брудаун допушивает сверху. Никто не дефит. Здесь заходят на Рошана. Нужно драться. Просто сейчас Сумона будут убивать Рошана. Так, ну вот он пошел. Ну опять первый сплэш. Не смог Некров убить. И побежал, говорит, стойте. Нет, нет, подожди. Барабан и прожал, смотри. Все, зарезал. Они уперлись куда-то. Какой-то паучок заблочил. Молодец. Создал очередь. Но свона нет. Свона нет, но он тпшится. Закрывают. Дисраптор. У вот этих Сумонов есть один минус. Если драка как-то начнется, когда они все в КД, тогда не очень приятно. Так, волк культует. Бэйн. Находит его. Начинают грызть. Будет ли Грейв? Грейв пошел. Ликан забрал. Аегис подберите. Подберите Аегис. Вообще непонятно, что происходит. Аегис не могут подобрать. Волк подбирать. Тп потратил. Выложил. О, сейчас будет реверс. Какой фиг. А где Свен? Где Свен? Где Свен? А вот он бегает. Штормхаммер. Боже мой. Что-то тут вообще происходит. Откуда столько зомби? Зомби. Тамба стоит на горочке. Это зомби апокалипсис. Та самая. Но Мак успел вовремя прийти. В итоге размин будет более-менее. Хотя, конечно, здесь, да, бруду неплохо отрезают. Зомби продолжает бежать. Бруда без сетки. Не может догнать зомбаря. Нужно идти дальше. Волк не бежит с сапогом. Просто, ну да, они бы не догнали, видимо. И каким-то образом Трикс еще смог отсюда спастись. Ну, очень хорошая драка на Рошане за счет тамбы. Там, конечно, зомбей было просто миллион. И невероятное РП. Он еще так медленно их стягивал. Как-то прямо, как знаешь, в замедленном действии мне показалось. Ну, вот, собственно, эта драка там так и сложилась, что одни некрас сверху бруда потратила их. Они были в КД. А другие две пачки уже кончались. Какую-то часть некров там убил Рошан. Они там, в общем, были коцаны. И в итоге... А и к тому же они все были второго уровня. Надо идти. И вот прямо сейчас нужно будет идти. Потому что сейчас... Ну, все, Рошана нет. Ждать следующего нельзя. У вас три пачки третьих некров. Уже есть три пачки? Да, три пачки третьих некров. Все только что добрали. Да, можно идти. Но, собственно, что и делают? Вызывают пока одних, не спешат. Ну, тут можно не спешить. Можно вторые вызвать на... Так, заслипали Дисраптора. Дисраптор сделал ключевую ошибку. Успел дать, правда, Сайланс. И грызут его. Как же его захиливают? Господи, боже мой. Будет ли его как-то добивать? Волк убежал. Куда-то черт знает куда. За что все происходит? Нет, я не могу понять. Пауки, пауки. Зомби, зомби, пауки. Тамба стоит опять на горке. В итоге Дисраптора все-таки добил Лекан. Я не полетел. Тут Свен как больно делает. Ну, отлично. Отлично играет. Но Ван кидает бласт. Сема ловит Свена. Свен попытку... Ой, убивает Некрача и умирает. Его сейчас убьют. Эти... Эти... Да. Он сдох. А дядом вообще дазло. Жесть какая-то происходит. Ну, в драке происходит полный хаос. Трепачки некров, волки, форжи, пауки, зомби. Просто, знаешь, вот в этой вот точке в какой-то момент мне показалось, что с одной стороны идут пауки, с другой стороны идут зомби. Это новая игра, как знаешь, зомби против растения. Это зомби против пауков. Пауки против зомби. Да, и самое интересное, что когда драка заканчивалась, дрались два саппорта против всей команды Старк, в то время как ломали мид кор-герои. Типа саппорт и норм справятся вместе с суммонами. Так они справились, что самое интересное. Они справились, да. Свен умирает. Отличная драка. Соло подвозят домой. Так, соло тяжело будет уйти. Но почему-то Трикси развернулся, говорит. Паучки грызут, паучки грызут. Попадает, не попадает. Не попадает, попадает. Блинк сбивает. Блинк не сбивает. Паучки. Уходит Трикси. Соло выживает. Фантастика. Да. Куча пауков просто отовсюду подъезжает. Страшно играть в эту игру. Ну и остается всего лишь одна верхняя вышка, которую можно идти, в принципе, забирать. После чего шейкера здесь, конечно, не хватает какого-то, который мог бы заехать. Мне кажется, убить все. Даже на первом ульте. Парочки шейкеров не хватает, потому что это просто со всех сторон брут эти самоны. Так, ну Свен. Ну благо есть зомби, которые делают еще веселее игру. Со своей там бой. Мне кажется, если у кого-то слабенький компьютер, то FPS должен проседать от такого по чуть-чуть. Ну да, довольно серьезно. Я, кстати, удивлен, что у меня... Не проседает. Не проседает. Ну, сейчас вот ульт-клопы и ульт-сфы самые страшные вещи, которые есть для... Ну, это реборн, да. То есть в реборне вроде как как раз таки оптимизировали вот эти все лаги. Меньше стало лагать. То есть все-таки реборн чем-то был полезен. Нет, реборн хороший. Это же реборн. Свен будет фармить БКБ. Третий сплэш уже все-таки есть. Наверстал упущен. Он на МФИ четвертый импавер. И в принципе, в любом случае неплохо. Свен сейчас режет. Так, ну и забрали полный контроль. Продолжают век за счет двух медасов и полного мап-контроля. Вот он, полный мап-контроль, когда ты можешь фармить там эншентов, дополнительный кэмп. Вот этот вот. И своих еще. И лес. Ну, выгоднее, в общем, все становится. Это Тайрон Талон, не удивлюсь, если уже даже окупился. Да фиг его знает, Тайрон Талон не может окупиться. Ладно, он не очень дорогой, на самом деле. Ну да, ну-ка, давай. Ну, жамкой. Он забыл, что у него есть. Выжимай из Кентавра, сон. Давай, давай, отсюда Кентавр. Заталоним тебя. Так, и тем временем инвокер подалакрит, и его чудо-не-крач пришел бить. Ну, это под фит. Ну, тут, кстати, можно нефи... Опа. Воги не смог зафармить. А что произошло с ним? Его Вышка добила? Да. Вышка подстиливает, я смотрю. Она там много, кстати, подстиливает. Ну, вот, на самом деле, так надо чуть аккуратнее, конечно, послать на бум этих некров. Потому что Свен одного сейчас не убил. Второго убил. Двух фаржей убил. 300 голды лишних поднял. Тут 300, там 300. По итогам можно нормально напидеть. Да, кстати, Крипл пока что не особо заметно, как работает. Ну, потому что надо следить именно за тем, кого кусают волки. Когда никого не догонять будет, реально будет заметно. Ну что, БКБ дофармлено? Ну, я думаю, Рошана. Здесь уже можно подождать. Соперник зажат на базе, у вас преимущество растет. К 25-й минуте, когда появится Рошан, вы можете сделать чуть ли не 20-ку. И с ней заходить на базу, там уже с БКБшками. Да, БКБ на бруде будет. На инвокере есть, блин, что-то еще докупят. Бэйн без линзы. О, боже. Да я что-то вообще не могу понять, где линзы в этой игре. В шоке. Ни одной линзы нет. Ни одной линзы. Не познали, Дзен. Ну, видишь, как-то по старому стилю у нас игра проходит. Да. Бэйн без линзы, это прям нонсенс. Фармить что-то из Става Виздера, или, наверное, Форстаф. Против Свена. Вообще, Форстаф один в команде всегда неплохо. Так, все, купили гем в Аликс. Пошли убивать варды, но это всего лишь пучки. Можно еще одного пучка поставить. Сейчас, мне кажется, маг так и сделает. Так, видят вард, сносят его. В этот момент... Ой-ой-ой, момент очень опасный. В стиски зажимают, вызывают некров. Ой, какой сайленс. На инвокера все, как точно запрыгну... Опасно запрыгнул, но в итоге... РП неплохой очень даже. И можно разрезать там людей, но... Да, одного разрезает. Второго разрезает. Уже минус два. Продвок. Неожиданно. И, бруда, замедляют свена. Ты там на развороте, реже их! Ты что? О, боже мой. Он, по-моему, просто первым ударом убил одного, вторым ударом убил другого некрача. Да, и убил еще какого-то героя при всем при этом. Бруду. Слушай, это была бруда. Пять тысяч триста семьдесят восемь урона, Свен. Не, Свен бешеный. Четвертый сплэш у него сейчас. Шесть процентов. Плюс... Немфи накидывает на него четвертый Эмпайвер. Это пятьдесят процентов. Они у нас складываются просто сложением. Получается, сто шестнадцать процентов сплэша. И... Вот он кого-то бьет, а все, кто рядом, они просто лопают. Только что бруда... Я не знаю, какой ей кусок оторвало. Мне показалось, что у нее хп так пятьсот. Ну да, у нее как бы не так много армора, но это не имеет даже значения, потому что при сплэше он не учитывается. И она там получила сплэш от того, что он ударил по какому-нибудь паучку, по-моему, просто. Ну да, и там... Даже выгоднее бить по этих паучков. В такой ситуации, да. Но этому Солену пофигу, что бить. Он бьет все вокруг себя. Ему просто... Он очень не понимает, что ему нужен какой-то доминатор или что-то подобное. Вайв стил. Чтобы отхиливаться в драке. Мне кажется, если он ударит без БКБ с сатаником включенным, то его там просто так. Гем-то есть. Инвокер возвращают. Великолепно. Просто идеально. Но самое забавное, что он все равно погибает. Ну да, но это было странно. Странно. А, еще и вызвал Некров. А здесь Волк. И Волк уже не дает. Хуху! А здесь Свен. Объясняют, кто кому не дает. А здесь Зомби. Что-то все-всех месяц страшная вообще игра на самом деле. Черная стопки не происходят. Так, Соло мог бы сделать ТП, но нет ТП. Сверху Бруда ломают уже Тир-3. Туда оттопается Свен. У него вообще нету ХП. Куда он оттопается-то? Он что-то задурел. Напугал. Он отменил, да, он отменил. В итоге Undine. Кстати, Undine... Бруда бы знал, что это Undine, она бы его могла съесть. Она идет, его есть. В этот момент Сема ловит Валекса, который ошибся. Но Валекс выживает на 70 кп. Сема не может его догнать, потому что висит... Боже мой. Вичи Гейминг висит над ним и уплывает. Смотри. Боже, какой мерзкий. Вичи Гейминг уплывает. Просто Ротикейс, смотри. Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. Ну и нафидил. Все, 120. Но сам, главное, выжил. Отхилил с урной. Гейм, кстати говоря, купил новый, походу. Свен психанул и купил себе Муншард. Муншард, чтобы еще быстрее бить, боже ты мой. Как раз-таки не еще быстрее. Сейчас-то он бил медленно. Быстро бить. Теперь он будет быть реально быстро. Ну, у него был Гиберстоун. Ну, да-да-да. Две атаки в секунду, фактически, у Свена сейчас имеется. Ну, да, уже очень-очень такой серьезный мужчина получается. Ой-ой-ой. Что-то... Что-то я представил, как он вот так с ультом начинает бить. В драке под сплэшом. Хороший артефакт. Вообще, вот всякие Момы, они после появления Муншарда несколько отошли. Потому что раньше альтернативы не было. Ты либо купаешь за 6к Мьёльнир, что очень дорого. И все равно с Момы ты получаешь больше. Здесь ты покупаешь за 4, но это дает тебе больше, чем Мом на 20-ку. Ну, да-да, и при этом ты не получаешь дополнительного урона. Так, Волк все спалил. Нужен Доминатор нужен очень в Вуге сейчас. Пошел минус Армон. Так, ну сверху Бруда не даст просто так забрать Рошана. Еще буквально пара секунд. Третья Некра. И уже тавер начинает гнить. Свенте пает. Сейчас будет это дело фармить бодренько. Ой! 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 Ну-ка ты, красный большой дядя, иди сюда. Голды 200, наверное, да, за удар поднял. Ты знаешь такой новый термин в доте? ГПАШ. Голд Перхит. У него был бы очень большой. Да. По крайней мере, этот удар был чемпионский. С Некраемы там забирают. Нет, нет. Супер Тамбан на супер горке. И опять... Да, заезжает Волк. В это время, с другой стороны, ловят ноу-вана в РП, а забирают ноу-вана. Еще бруду. Ну и надо бы забирать, наверное... БКБ. Надо бы забирать, наверное, вот этих вот самонов. Потому что их тут очень много, и они вообще-то ломают вышку. Да, забирают. Ну что, минус БКБ на бруде, минус БКБ на ликане, минус ноу-ван. Как бы, конечно, не хотелось победы Вега. И, в принципе, они реально неплохо идут. У них все еще большое опережение. Более того, одна ошибка. Там какое-то окошко в 30 секунд может позволить снести всю базу. В то время, как у Веги стоят еще все тир-один ТВРА. Это фантастика. Да, это фантастика. Но если Старки будут играть как нужно, то, вообще-то говоря, у Веги уже начинаются проблемки. Да, если эти ТВРА упадут, это в минус все золото. Они просто очень много денег-то влили на Некра, но в итоге как бы не особо сильно их реализовали. Не смогли сломать никаких бараков. И в итоге сейчас это 15 тысяч, которые... Ну, не совсем мертвый груз, но, в общем-то, ничего такого суперкрутого они уже не делают. Так, а какое преимущество? Ну, преимущество 12 там где-то. Ну, по сути дела, три вот этих Томика есть. Ну да, так Свен их в драке уже убивает очень быстро. Если он это делает, тут БКБ вообще не теряет ничего. Опять только что за удар поднял ЛД-300. Там просто очень много. Три восемьсот Свен очень страшный. Ну, Ликан, конечно, с ним тяжеловато драться. И зомби уже покупает себе Аганим. Ему, конечно, какое-то усиление реально там бы вот в такой ситуации. Потому что вот эти вот суперзомби... Там, чтобы два зомби появлялись на одного. Потому что их так много. Они там просто ломают игру. Как помнишь, как эти волки играли мид, 10 зомби, и у нас вылетела дота у всех. Так, ну смотри, что делает Мерзопака Снэпру, да? Она просто ломает рейндж-барак. Да, с другой стороны тем временем тоже. Да, и на миде, и со всех сторон не дают дышать сейчас Вега своим моментом. Дикий сплитпуш устроили. Тут падает тоже вышка. Снизу вышки остается 410 хп. И тяжко-тяжко, очень тяжко с Тарком. Да, я помню, как... Так, сейчас вот висела молния у Дисраптора. И она случайно убила Некрайму, там, нормально залетела. Я помню, какой-то герой случайно просто там, то ли кастанув что-то такое в одной из важнейших игр. Просто вот в финалке. То ли это была Энчану, которую вообще было не пробить никак. Вот никак не пробить ее. Она слишком там неуязвимая для всего. И она каким-то образом умудрилась двух Некров убить разом. Это на самом деле была Лина. Я даже помню, что это за игра она кидала волну, убила двух Некров с волны и умерла. Лина все-таки, да? Ну, да, там ДК с кем-то играли, по-моему. Ну, да-да-да, там китайская команда одна точно была, а может и две Китайские. МКБ! Зачем-то берет СВН, а зачем... А, ну против Бруда и воевать. Бруда, да. Может быть еще есть Солар Крест, да, имеется. Ну, более-менее все-таки МКБ дает еще скорость атаки. Хоть и немножко, но пятнашка тоже не лишняя. Ну, вышки, конечно, очень сильно проседают. Но он каким-то образом до сих пор играет без лайфстила. Я просто этого не могу понять. Ну, это абс-сёрд. У них в команде при этом... Ну, ладно, есть. Да, есть Владмир, есть. Но далеко не всегда герой с Владмиром рядом со Свеном. Да, и вообще жив Так, зомби Ну, уже на это мне напоминает Бульдога с его фурионом знаменитым Бруда опять развели на БКБ Ну, в этот раз Магнус Ее заулетил, ну а дальше что? Дальше что? Дальше ничего Потому что надо уже девять низ Где забегают Две пачки некров, плюс волки И просто пошел Паша Грызть барак А, тут на миде уже упал барак Ну, она просто грызет их, да что вообще происходит? И Бруда возвращается грызть барак В итоге минус, ну вот, о чем я и говорил Что это очень напоминает Бульдога Одна расслабленность, вот вы возвращаете Волка Замечательно, у него Аегис Пока вы будете его убивать, Бруда сверху все сломает Там зомби, он убивает некрача Он об этом уже пожалел, хотя еще не умер Ну, может и не умрет даже Ну, Бруда Барак пошла грызть Все, она грызет Барак Барак пытается Трикс Стой, мерзкий паук, не грызи Барак Просто ломает, ты посмотришь, что он творит Он сломал в милишной И милишного в миде уже нет Но Ван сверху тоже оказался Уже с тревелов И ломают здесь тоже барак Снизу уже нет двух бараков В миде нет двух бараков Ну да, бараки закончились У Старков, к сожалению Это даже не назвать ошибкой Они выиграли драку И проиграли игру Ну, Вега слишком круто все сделали Когда у тебя стоит все тир-1 твра На 33-й минуте Я такого, честно говоря, вообще не помню Это какая-то супер-мега-пуш-стратегия Где ты соперника вообще с начала игры к тврам не подпустил И они сидели только на базе, отбивались Они тебя убивали, но... Вот так вот Ну, это они сами виноваты Я имею в виду Старки Потому что, чтобы такого не допустить Нужно иметь... Ну, например, в миде более сильного героя, чем тот, что там стоит Если ты проигрываешь мидл И они как бы все линии проиграли Если ты проиграешь все линии Это всегда плохо Но в некоторых раскладах можно все исправить Но если твой противник нацелен на такой пуш И покупает три пачки некрономиконов То, проиграв все три линии Дальше что-то сделать очень тяжело Тебя просто начинают зажимать Притом абсолютно неважно Здесь еще герои хорошие Но в другой ситуации Это могут быть немного не такие герои Но они просто накупят себе еще блинков каких-то И ты также будешь за ними бегать Никого не сможешь поймать И они также будут тебе все крушить Да Ну что ж, в итоге 2-0 у нас Вега выходит в следующий раунд И у нас такой супер матч получается В лузерах будет завтра Это Вега против Virtus.pro Интересно Ага В 16.00 Элемент с Pro Gaming Сыграют с командой Team Spirit Это стак скрина Или дано против стака Габлака Далее в 19.00 Вега против Virtus.pro Насколько я понимаю И далее будет у нас Матч как раз таки Победителей против проигравших А вот насчет гранд финала Не знаю Он завтра вообще или нет Или вообще в принципе нет Сколько там слот Да должен быть Один слот вроде бы Один слот Должен быть гранд финал Ну должен быть Просто у нас в расписании Стоит что завтра Так же Такая же длительность Стрима Примерно Только Ну вот плюс одно БО3 Вот Это мы наверное Уточним Ну я уточню Завтра мы Обо всем с вами Узнаем В общем приходите В 16.00 по Москве Состоится завтра Первый матч Ну что ж А сегодня мы закончили Довольно бодрые Сегодня получились игры Не правда ли Да Мне понравилось Ну было интересно Да я Задумался немного Смотрел на своего кота Он очень милый Сейчас сфотографирую Выложу фотку Боже мой Какой же он офигенный Да Игры были Очень классные Мне понравилось Особенно то Что вот Пошли какие-то новые Изобретения Ну как бы Какие-то новые вещи Во-первых Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok